Сергей, участник боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции, провел более года. Сейчас он ветеран АТО. Пошел добровольцем. Служил командиром отделения саперного взвода в 25-й отдельной парашютно-десантной бригаде. Был в Горловке, Авдеевке. Демобилизовался в апреле. Около 10 лет Сергей проработал электромонтажником. Но после того, как пошел на военную службу, мужчина потерял свое рабочее место. За помощью в трудоустройстве решил обратиться в центр занятости. Сейчас стоит там на учете. До этого я работал электромонтажником в подрядных организациях. Трансформаторы, подстанции, все на свете. ГЭСы, ГРЭСы. Я получаю социальную допомогу. Предлагают мне постоянно вакансии. Я хожу на семинары, в которых разъясняют, чем можно заняться в будущем. Или продолжить обучение где-нибудь. Или открыть свой бизнес. Все это доступно и популярно объясняют. В этом году в городской центр занятости обратилось около 500 демобилизованных. Из них 84 человека трудоустроено. 15 открыли свой собственный бизнес. На сегодня количество актуальных вакансий в Запорожье составляет 373 единицы. Таким образом, на одно свободное рабочее место претендует 17 безработных. В 2016 году в центрах занятости Запорожьей области перебивало на облику понад 1600 участников антитерористической операции. В том числе, с методом пощадки работы, безусловно в 2016 году, звернулись 936 человек. Эти послуги участникам антитерористической операции надаются адресно, с рассмотрением их безусловно профессионального опыта, обучения, здоровья и потреб рынка работы. 30 августа в силу вступили изменения в закон Украины о занятости населения относительно дополнительных гарантий в содействии трудоустройства участников боевых действий. Теперь бойцы АТО входят в квотную категорию граждан, то есть для них на предприятиях будут бронироваться места. Также при трудоустройстве демобилизованных служба занятости в течение года будет компенсировать работодателю единый социальный взнос. Обовязковые умовы от отримания работодавцами квоты вважается працевлаштование таких граждан, соответственно, к требам частины 2-го этой статьи, о чем работодавцы информуют вчера Центральный орган выполненной власти, что реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой эмиграции в установленном ним порядке. Сейчас Сергей проходит реабилитацию. После того, как мужчина восстановит здоровье, планирует дальше заняться поиском работы. Надеется, что в скором времени благодаря Центру занятости ему все-таки удастся устроиться по специальности. Я хотел бы пойти по своей специальности, естественно. Профессия хорошая, достойная. В городе энергетиков, можно сказать, и металлургов. Это востребованная профессия.